Хантамансийская епархия Департамент образования, института развития образования и игры, журналисты, преподаватели, студенты и школьники. Самое главное, что сегодня есть взаимопонимание церкви, священнослужителей и педагогов. Я уже не говорю на уровне государственном. Понятно, что в своем выступлении президент сказал, что наша российская государственность немыслима без православия. Это исконно православная страна, и в этом, конечно, наш успех, наверное, нашего Отечества всегда был, когда мы были близки с Богом, с верой своей и в государстве, и во всех направлениях ее жизни. Тема нынешних чтений приурочена к церковному и государственному празднованию в 2014 году, 700-летие со дня рождения Великого Угодника Божия, вестника нравственного пробуждения русского народа, преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий – один из самых почитаемых в России святых. Всегда способствовал единению раздробленных княжеств Руси, монастырской братьев первой в России лавре, русского войска в исторической для страны битве с войском хана Мамая. Сегодня на молитвенную помощь преподобного Сергия надеются в единении и успешном взаимодействии светского и духовного образования в Российской школе. Этот человек духовным подвигом своей жизни, будучи смиренным монахом, не желая и не стремясь к земной славе, посвятил свою жизнь Отечеству Небесному, явился и как истинный патриот, настоящий служитель Отечества земного. Говоря сегодня о российской школе, о воспитании школьников и роли в этом государства и церкви, воспоминания о преподобном Сергии вполне уместно и справедливо. Одной из вершин русской мировой культуры стала икона Святой Троицы Андрея Рублева, замысел которой был вдохновлен также жизнью и служением преподобного Сергия, дабы, как сказано в его житии, воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего. Исследователями отмечено, что преподобный Сергий впервые связал христианский догмат о Боге Троице с идеей живого единства, к которому должны стремиться все люди на земле. В сегодняшних информационных сетевых пространствах легко потеряться неокрепшему еще разуму школьника, а учитывая планомерное внедрение массовой бездуховности в сознание ребенка, отвлекающей от собственной культуры и подменяющей понятия усилий для духовного спасения, требуется все больше. Массовая культура приучает человека поклоняться всякому новшеству, презрительно отвергая все то, что было новым и важным вчера. То, что еще недавно было весьма значимым, то, что воспринималось с почтением и благоговением, ради чего готовы были умереть, сегодня становится малозначительным и неважным. В эпоху массового потребления значение исторической памяти обесценивается. Знание о прошлом, не согретое личным отношением, становится информационным шумом. Ребенка не надо допускать до телевизора, компьютера, надо ему давать звучащее слово. И тогда он, во-первых, будет грамотно говорить, во-вторых, когда ему читают книги, или потом он научается читать, развивается великолепное художественное образное мышление. Оно нужно инженеру и врачу, оно нужно не только будущему учителю русского языка и литературы, а врачу и инженеру это образное мышление может еще нужнее. А потом, давайте будем честными, из медицины сколько писателей великих пришло, из инженеров сколько великих писателей пришло, потому что им вовремя дали такое слово Божие, такое слово человеческое, что им хватило и на инженерную работу, и на писательскую работу. Объяснить нынешним школьникам меру ценности русской культуры в мировом контексте, неразрывную связь народной традиции и напитавшей ее православной веры и призван курс «Основы православной культуры», входящий в компонент «Основ религиозных культур и светской этики». Учебное пособие по этому предмету призвали в Хантамансийск представители издательства «Русское слово». У нас учебник по основам православной культуры, он подготовлен, но мы не спешили, у нас он вышел на год позже, чем у других. Но работа плачательная проведена и с авторским коллективом, и с делом религиозного образования, катехизации Московского патриархата, разработанным у МК, у нас всесторонний, значит, со всех сторон, как бы всей программы, рабочий тетрадь, учебный методический комплект у нас полностью сформирован. Так что сейчас уже на сносях, что называется, мультимедийное приложение, и те, кто имеют компьютер, значит, могут этот диск, он будет в учебник вкладываться, либо с сайта скачиваться, у нас могут его тоже использовать. Первый шаг во внедрении духовного образования в Светское сделан введением «Основ религиозных культур» в школьную программу. Пока в рамках изучения только в одном четвертом классе. Будет ли следующий шаг и насколько он сегодня востребован? Следующим шагом мы видим расширение этого преподавания по другим ступеням, годам обучения. Об этой концепции, об этом направлении уже речь шла даже на прошлых рождественских чтениях в Москве. Перспектива со 2 по 10 класс. Но, естественно, это надо будет делать постепенно, двигаться сознательно, с подготовкой соответствующей. Поэтому вот такие мероприятия, как ежегодные рождественские чтения в регионах России, московские чтения позволяют подвести итоги, посмотреть, как идет этот процесс. Первые шаги сделаны, но они сделаны не очень грамотными в этом плане людьми. Да, у людей высшее образование, да, гуманитарное образование, но у них нет религиозного образования. И вот, наконец, они научились сами. А самое главное, что я заметила, они в церковь пришли. И вот, когда они пришли в церковь, все остальное они сделают. Вот. Вот это и второй шаг, все равно второй шаг, это руководство просвещением нашим образованием должно продолжать учить людей этому предмету. На семинарах, на методических курсах, вот на таких конференциях продолжать учить учителей. Подготовлена в рамках государственного заказа программа бакалавриата на четыре года с четырьмя профилями. Одна религиозная культура, этика и религиоведение. Вот эта профилизация в перспективе, конечно, позволит и учителям выбрать тот предмет, который им ближе, и иметь уверенность и для родителей, и для школьников, что преподавать будет педагог, который знает эту культуру, он в ней живет, он ее понимает, и, соответственно, может это понимание и знание дать детям. Участники ипрохиальных чтений работали по направлениям духовно-нравственного образования и воспитания, взаимодействия церкви и молодежи, социального служения и семейных ценностей, соработничества церкви и прохранительных учреждений, языковой основы культурной и гражданской идентичности. Сегодня составляющая духовного образования в Югре зависит от многих факторов. От уровня подготовки преподавателей религиозных предметов до необходимого для полноценного развития количества священнослужителей. Если говорить о уровне духовного образования и воспитания, то, конечно, он отстает от желаемого. И, конечно, духовно совершенствоваться можно всю жизнь и никогда всего не исполнить, но стремиться мы должны, стремиться к духовному росту и духовному воспитанию нашего будущего поколения. Потому что, кого мы сегодня воспитаем, то и нас ждет в будущем. Поэтому сегодня мы, я думаю, еще продолжим работу, подведем итоги и наметим планы на будущее в духовно-нравственном воспитании нашего подрастающего поколения и в целом нашего общества. Стоит и далее развивать это взаимодействие, еще более укреплять. Конечно же, есть определенные недоработки с нашей стороны. Стоит, конечно, увеличивать и численность тех людей, которые бы занимались вопросами духовно-нравственного воспитания на местах, на приходах. Людей, которые бы осуществили взаимодействие непосредственно со школами, отвечали за это взаимодействие. Которые бы помогали лицам, находящимся в школах, вести эту работу, потому что без нашей совместной работы невозможно решать какие-то задачи. Рождественский ипархиальный форум стал площадкой, на которой представители государственных, общественных и религиозных организаций обменялись опытом решения наиболее острых вопросов в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-настровного просвещения и патриотического воспитания. Я выступала на епархиальных, рождественских образовательных чтениях. И, ну так скажем, как гражданин России поделилась опытом сохранения семейных традиций в семье Пластининых. Этот род очень, ну скажем, очень богатый, сибирский род. Имщики Пластинины прибыли в Самарский ям в 1637 году. Очень старожильческий род. В наше очень неспокойное время очень актуально, как выжить в наше время семье, как сохранить семейные устои, что нужно для того, чтобы наши дети не потерялись в мире, который очень такой, ну скажем, в настоящее время очень бурный, потому что и новый век, и много новых событий, и много чего прочего. Очень качественные доклады. Вот простого брецения не было. Каждый выходил и говорил дело, подтверждал это или иллюстрациями какими-то, или уже что-то в школе у себя там или в своей организации сделал этот человек. Уже опыт у него есть по духовному воспитанию, по нравственному воспитанию детей. Наработки перхиальных чтений пригреются и в Москве на 22-х международных образовательных рождественских чтениях. Кстати, иллюстрация игры традиционно одна из самых многочисленных. Участники чтений, докладчики, слушатели имели возможность пообщаться, имели возможность поделиться опытом, имели возможность узнать что-то новое, что-то перенять. И в этом заключаются и ценности этих чтений, и их значимости. То обилие слушателей, то обилие участников, то обилие докладчиков, которые были на этих чтениях, тому свидетельство. Безусловно, традиционно делегация нашего округа является одной из самых многочисленных делегаций на международных образовательных чтениях в Москве. Такие мероприятия позволяют педагогам, специалистам посмотреть на эту ситуацию, получить новый опыт, новые знания в этой области с тем, чтобы действительно двигаться там дальше и восстановить полноценное духовно-нравственное образование в нашей российской школе. Очень радостно, что эта конференция, она проходит как епархиальные чтения, потому что объединяется весь округ, объединяется и, как мы видим, церковь, и также люди светские. То есть вот эта точка соприкосновения, где она может раскрыть те мнения, те взгляды, и каждый может выразить их, выступая на этой конференции. Поэтому дай Бог, чтобы эти чтения, они принесли великое благо для нашего округа и помогали нам дальше жить и развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok